В 1890 году бельгийский эмигрант Шарль Ван де Пуле получил в США патент на первый троллейбус. А в России первые испытания электрического автомобиля проводили в Санкт-Петербурге. Эксперимент удался, троллейбусы прижились. Несколько десятков лет они ездили и по дорогам областного центра. Кстати, именно троллейбус помог одной тюменке осуществить мечту. Как узнала Наталья Жукова. Лена, включи свет, пожалуйста. Все лампочки горят, в салоне чисто, с автобусом полный порядок, а значит можно выходить на линию. Лена, поехали? Быть водителем автобуса Олеся Апетюк мечтала еще в школе. Говорит, сказывается папина кровь. Правда, сесть за руль получилось не сразу. Сначала пришлось дожидаться, когда исполнится 21 год. Затем осваивать троллейбус. Ведь по сложившимся в обществе стереотипам водить автобус – дело мужское. Хотя в троллейбусном парке ее тоже сразу предупредили. Нам сразу, когда пришли устраиваться в кадрах, Фаина Ефремовна говорит, девочки – не женская работа. Белые рубашечки тяжело даются. Ну, тоже как бы отговаривали, а потом не пожалели, что взяли. Ездила по 14 маршруту. На рогатом выигрывала в соревнованиях среди водителей. Причем не только местного уровня. Сложности были, но Олеся на них смотрела с улыбкой. Даже на те случаи, когда из-за обрыва проводов приходилось стоять и мерзнуть. У троллейбуса не было собственного подогрева. И без электричества техника быстро остывала. А на возмущение других водителей во время простоя и вовсе не обращала внимания. Признается, не верилась, когда в городе говорили о том, что троллейбусную сеть отправят в отставку. Ведь рогатых за годы эксплуатации водило немало тюменок. В тюмене троллейбусы ходили почти 40 лет. Первый из них свой путь отправился 11 июня 1970 года. Троллейбус курсировал по маршруту. От моторостроительного завода до завода медоборудования. За эти годы троллейбусный парк вырос до полусотни машин. После закрытия техника разъехалась по другим российским городам. Одни троллейбусы возят пассажиров, другие пошли на запчасти. По ним Олеся особо не скучает. Разве что немного по тому времени, когда с коллегами-водителями встречалось депо. Дружный был коллектив. А в принципе, даже если и откроют, что-то обратно, нет желания идти. Вдруг опять закроют. Я не люблю с места на место бегать. Смотрит вперед. Сейчас перед собой другую цель поставила. Выучиться на водителя гармошки. Наталья Жукова, Андрей Захаров, Сибинформбюро.